Ветераны будут составлять почти треть руководства военкоматов до конца года, Минобороны. До конца года почти треть руководящего состава всех военкоматов планируют заменить на ветеранов, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка в эфире телемарафона. Очень важный вопрос и человеческий вызов. Почему ТЦК, территориальные центры комплектации, РЭД, возглавляют люди, которые не воевали, люди, которые не имеют опыта. Поэтому над этим вопросом мы также поработали и предложили, до конца года 30% руководящего состава должны заменить людьми, которые воевали, рассказал Павлюк. Он уточнил, что речь идет о людях, которые не могут продолжать службу по причинам различных ранений. Но это не быстрый процесс, поскольку ветераны должны иметь желание работать в ТЦК и пройти соответствующую подготовку, набраться опыта, потому что это не такая простая работа. И, как отметил Павлюк, эти люди должны быть достойны должности в военкомате. Замглавы Минобороны добавил, что такая работа уже проводится. В частности, роты охраны ТЦК от 50 до 70% заменены парнями, которые воевали и у которых есть ранения, сейчас мы пришли к этапу замены руководящего состава. Попробуем. Главное, это не сорвать процесс мобилизации, потому что это основное, резюмировал он. Скандалы с военкомами. Напомним, в последнее время в Украине состоялись скандалы с начальниками территориальных центров комплектации. В частности, у военкома Одесской области Евгения Борисова журналисты обнаружили дорогостоящую недвижимость в Европе, и не только. После этого его уволили с должности, а правоохранители начали расследование. Борисову уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его подозревают в незаконном обогащении. При этом правоохранители задержали начальника Ровенского областного военкомата Сергея Луцука и руководителя районного территориального центра комплектования, которые причастны к избиению подчиненного. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.